Здравствуйте! С вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Серое небо разрывали раскаты грома. По городу сновали люди. Они раскрывали разноцветные зонты, и жители многоэтажек расплывались в улыбках. Ноябрь уже не казался им таким серым. Среди прочих, в этой толпе уверенным шагом шли красивые молодые девушки. Они громко смеялись, всем своим видом показывая, что они здесь главные. Они – королевы, лучше всех. Худые, как сейчас модно, на огромных каблуках и с красивыми укладками, все они направлялись на кастинг моделей в крупное агентство. Сегодня там принимали более 30 человек. Ровно столько записалось на мероприятие. Стеклянные двери центрального входа то и дело открывались. Девушки входили и выходили весь день. Охранник, что стоял в сторонке и постоянно курил, печально вздыхал. Внутрь все заходили в прекрасном настроении. Девушки берегли свои волосы от дождя, тщательно прикрываясь зонтом. Обратно же многие шли без настроения. Кое-кто даже в слезах. Везло единицам. Сергей Борисович – человек профессиональный. В прошлом он и сам был моделью. Рекламировал линию одежды для модных мужских журналов. Спортивная карьера Сергея Петрова не сложилась. Перелом ноги заставил его забыть о футболе. Тогда он и подался в модели. Подумывал даже одно время стать певцом. Но затея не увенчалась успехом. Начинать заниматься вокалом, когда тебе уже под 30 – утомительное занятие. В итоге он стал главой агентства по найму. Работал в основном с моделями, устраивал презентации. Сергей выкупил несколько респектабельных зданий, в которых разместилась элитная студия звукозаписи, помещение для профессиональных фотосессий, дизайнерская студия и зал для масштабных мероприятий. «Проходите, следующий!» – крикнула очень занятая и хмурая женщина. В кабинет вошел маленький мальчик. «Это еще что за новости?» – хихикнула одна из ассистенток Сергея. «Я пришел записать мою маму на кастинг. Она очень красивая. Она модель». Ребенок был в мокрой от дождя куртке. В руках у него была фотография. «Модель чего? Пылесоса!» – закатилась хохотом девушка на входе. У ребенка задрожала нижняя губа. Он обиженно вздохнул. «Она красивая. Ну вот, посмотрите же!» Сергей подошел к малышу и потрепал его по голове. Все считают своих мам красивыми, и никто не ошибается. Но для того, чтобы быть моделью, в этот момент он взял снимок в руки и опешил. Сергей молчал несколько минут. В кабинете царила тишина. Две сотрудницы переглядывались, вытягивая лица знаком вопросы. «Пойдем к со мной?» – сказал Сергей. Он вывел гостя из кабинета, отошел подальше, чтобы никто не мог слышать их разговор. «Это твоя мама?» – спросил Сергей. Ребенок кивнул. Сергей заметил, что у мальчишки точно такие же огромные карие глаза, как у девушки с фотографией. Тот же аккуратный носик. Конечно, это был ее сын. Он ведь невероятно на нее похож. «Да, Филимонова Лариса Степановна. Она моя мама. Вы возьмете ее на работу?» «Ларочка». «Да, это она». «Конечно, я буду рад, если она придет. Ты сможешь привезти ее. Скажи, что она принята. И заплачу, сколько скажет». Сергей не видел ее несколько лет. Но как и тогда, при одном упоминании о ней, начинал заикаться и часто дышать. Она волновала его. И чувства не прошли. Затихли, но не умерли. «Вы только простите, а она не сможет прийти сама. Ей нужно будет помочь. Она у меня в кресле с колесиками. Ну, если она придет, вы увидите, какая она красивая. Ведь не все люди могут ходить. Есть же инвалиды. Им было бы приятно, если бы хоть одна модель тоже проехала по подиуму в кресле. Разве не так?» Сергей поднял брови. «Стоп-стоп, что?» Он был поражен. «Во-первых, ребенок лет пяти-шести говорил всерьез о таких сложных взрослых вещах и был как никогда прав. Во-вторых, Лара теперь инвалид. Как это случилось?» «Мама в кресле. Она сильно переживает. А я шел мимо, увидел, как тети говорили, что сегодня будет кастинг. Вот я и пришел с фотографией. Мама ведь переживает, что не будет больше моделью. А я хочу, чтобы она не переживала. Чтобы она снова улыбалась». «Где вы живете?» «Я за ней заеду. Твоя мама замечательная модель. И она очень, очень красивая. Я бы хотел, чтобы она была здесь». «Мы живем на Астраханской, 45, квартира 2. А вы когда придете?» Сергей еще немного поговорил с мальчишкой и снова вернулся к работе. Но с тех пор он уже не видел ничего и не слышал. Он отметал всех моделей, даже лучших, придирался к деталям. «Да меня в Милане назвали лучшей!» – кричала на него одна из отвернутых девушек. «Вот туда и жай, милая!» – в той же грубой манере отвечала ей ассистентка Сергея. Когда из зала вышла последняя конкурсантка, она обратилась к шефу. «Сергей Борисович, что-то не так?» «Все так», – рассеянно отвечал он, представляя лицо Ларисы. «У нас обычно по три запасных девушки в числе прочих, а тут нам не хватает двоих в основном составе. Что случилось?» «Ничего, все хорошо. А что у нас с жюри?» Стоцкий отказался. У него опять что-то там защемило, и он улетел в Тибет к какому-то лекарю. «Отлично!» Обе ассистентки проводили начальника удивленным взглядом. Он сказал «отлично!» И чем ему насолил Стоцкий? Сергей не озвучил ни одну свою мысль вслух. Если раньше он советовался, спрашивал мнение и проговаривал даже незначительные детали, которые ассистентки фиксировали карандашом в ежедневнике, то после визита этого необычного гостя он стал замкнут. А его и вправду замкнуло. Сергей ехал в машине по указанному адресу и чувствовал, как дрожат его руки. Неужели сейчас он встретится с ней? Сергей помнил Ларису как одну из самых красивых женщин. Он накрепко в нее влюбился, и у них все было прекрасно, пока в город не нагрянул его брат Никита. Если Сергей был образцом спокойствия и дисциплины, то Никита был его полнейшей противоположностью. Он вечно влипал в неприятные истории. Бросил учебу, менял женщин как перчатки. Никита был старше и привык, что к нему девушки липли сами. Сергей никогда не представлял для него конкурента. Увидев брата с такой красоткой, он решил, что она не устоит. Никита показался ей во всей красе, но Лариса и глазом не моргнула. Ее интересовал только Сережа. «Да что ты в нем нашла? Я брошу к твоим ногам весь мир», — говорил он. «Ты с ума сошел? Я люблю только Сергея. Я с ним», — отвечала она. Сергей случайно услышал этот диалог и решил сделать предложение, но не успел. Он почти неделю выбирал кольцо, планировал мероприятие, но Никита все чаще намекал ему, что Лариса не та девушка, которая ему нужна. В итоге принес ему доказательства того, что Лара провела ночь с ним. «Прости, ты же знаешь, я не я, когда пьян. Я и не понял даже, что это она. Помню только родинку на мягком месте и как все было. Просыпаюсь, а она у меня под боком. Она была трезвый брат, сама полезла. Я уж не виноват, прости». Сергей схватился за голову. «Как? Она ведь сказала, что со мной». «Да, не скрою, она мне понравилась, и я хотел увезти ее у тебя, но она меня отшила. А когда я перестал уделять ей внимание, сама стала звонить, приходить. Ты же знаешь, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся моей». В итоге кончилось тем, что она проснулась у меня. «Я знал, что ты ей предложение хочешь сделать и решил предупредить. Это не твоя девушка, брат. Она, как все, только притворялась такой правильной, порядочной». Сергей был в шоке. Конечно, предложения не было. Была ссора, ее нелепые отговорки. Сергей поверил брату. Тот много дурного сделал бесспорно, но никогда не врал. Сомневаться в его словах не приходилось. Если сказал, значит, так и было. Сергей припарковал машину и вышел. Он не сразу нашел нужную квартиру. Звонок в дверь не дал никаких результатов. И второй тоже. Может, никого нет дома? С третьей попытки ему удалось дозвониться. Дверь открыл все тот же мальчуган. Он был завернут в плед. «А, это вы? Проходите. Только я маме ничего не сказал. Она и так ругалась, что я промок под дождем». Сергей вошел, снял обувь у порога. В квартире было чистенько, пахло чем-то вкусным. На кухне в инвалидной коляске сидела очень худая женщина. Она обернулась. И у Сергея сбился сердечный ритм. Глаза хозяйки округлились. Она нахмурилась. «Ты? Что ты тут делаешь?» «Здравствуй. Я приехал поговорить. Можешь уделить мне немного времени?» Лариса вздохнула и повернула тонкими пальцами ручку на плите, остановив приготовление пищи. Она с большим трудом проехала в другую комнату. Сергей заметил, что пороги в доме неаккуратно выпилены. Видимо, это делалось для того, чтобы она могла проезжать по дому. «Сереж, открой окно», — очень ласково произнесла она. На долю секунды Сергею показалось, что последних лет просто не было, что она все еще с ним, его любимая. Но тут мимо прошлепал в тапочках с собачками маленький человечек и открыл окно. «Я не бываю на улице, некому вывозить, поэтому мне нужен свежий воздух», — объяснила Лариса. Сергей растерялся. Он опустился в кресло и посмотрел на свою бывшую любовь. У Ларисы были все те же каштановые волосы, бездонные карие глаза. Она и раньше была очень стройной, но сейчас выглядела просто изможденной, осунулась и как будто выцвела. «Что с тобой случилось?» — спросил Сергей. «Авария», — коротко ответила она. «Виновный наказан?» — спросил он. «Да, я виновная». Переходила дорогу по зебре, когда пьяный сын местного бизнесмена сильно спешил на вечеринку. Так сильно, что даже не включил фары. Я оттолкнула сережку, и он не пострадал, а сама попала под машину. В итоге у меня в крови нашли какие-то запрещенные вещества и дело закрыли. А мне пригрозили уголовной статьей, если полезу. Она горько усмехнулась, а Сергей сжал челюсть. «Боже мой!» «Ничего, я в порядке. Врачи говорят, смогу восстановиться. Делаю упражнения. Я не безнадежна». «А операция?» — спросил он. «Да, операция дала бы процентов девяносто успеха, но у нас нет таких денег. Мы живем с сережкой на пособие». «Вот же ж». Он встал и заходил из стороны в сторону. «Зачем ты приехал? И как меня нашел?» — спросила она. Сергей посмотрел на нее. Из-за угла выглянул сережка младший и отрицательно покачал головой. Мол, не выдавай. «Ты же была моделью, а у меня показ. Хотел тебя пригласить. Знаешь, прошли годы, но я так и не видел никого красивее, чем ты. Ты идеально бы мне подошла. Если бы не коляска, да?» — улыбнулась она. Эти ямочки на щеках просто завораживали. «Коляска не станет помехой. Я бы хотел, чтобы ты была в жюри. В рамках программы будет проходить небольшой конкурс, а ты ведь разбираешься в этом». Лариса кивнула и опустила голову. «Я не могу сама добраться. Тебе придется со мной возиться. Кроме того, моя коляска советского образца. Она не складывается, ее трудно перевозить. Отцу службы выдали». Она пожала плечами, но в глазах горел огонек. Ей очень хотелось пойти на этот показ, даже если в роли простого зрителя. Сергей замолчал. Он уже раздумывал о том, где найдет для нее новую коляску и как принесет ее на руках в зал. «Я слышал о Никите. Прими мои соболезнования», – вдруг сказала она. Сергей кивнул. «Спасибо. Это случилось очень неожиданно. Хотя я всегда знал, что с его образом жизнью он своей смертью не умрет». Говорили, это был несчастный случай на реке. Он напился и полез в воду ночью. Вот и весь несчастный случай. Для прессы, конечно, сказали помягче. Лариса покачала головой. «Очень жаль, что все так…» «Да». Сергей перевел тему разговора. Воспоминания о брате были для него болезненными. Такая нелепая смерть. Он был так молод. Первенец у родителей. Он навсегда разбил им сердца. Сергей переехал к ним сразу после трагедии. И так и остался жить с родителями. Мать просила не уезжать его в свою квартиру. Она так и оставалась пустой. Сергею удалось уговорить Ларису пойти на показ в качестве жюри. Он обещал ей заплатить. И сказал, что лично доставит ее и туда, и обратно. Деньги ей были нужны. Да и пойти очень хотелось. Лариса договорилась с соседкой, и та пообещала побыть сережкой. Мальчишка был рад, что мама будет на показе мод. Дома и за работой Сергей все время вспоминал о ней. Прошлые годы были для него важной частью жизни. Он буквально прокручивал у себя в голове сцены их знакомства. Физически Сергей находился на важных совещаниях и утвердительно кивал головой. Благо его правая рука Леонид Исакович всегда принимал самые верные решения и был прекрасным специалистом преданным делу. Многие конкурирующие компании пытались переманить его, но Леонид всегда твердо озвучивал свою позицию. Меня здесь неплохо кормят. Сергей действительно платил ему большие деньги, но он стоил каждой копейки и, возможно, даже больше. За годы совместной работы у них сложились теплые доверительные отношения. Будучи евреем, Леонид Исакович обладал интуитивным пониманием психологии. У него был дельный жизненный совет на все случаи жизни. Кроме того, он был почти на 10 лет старше Сергея и относился к нему с заботой. Словно старший брат или дядя. В реальной жизни Сергей не мог найти общего языка со своим старшим братом. У них были разногласия. Когда произошла ситуация с Ларисой, Сергей понял. Нет, он никогда не простит Никиту. Он не дрался с ним, не ругался. Что с него взять? Разве мордобой когда-нибудь помогал исправить ситуацию или перевоспитать человека? Никита и Лариса еще какое-то время общались. Сергею было больно видеть их совместные фото. Они дружили. Никита говорил, что она к нему пристает, но он держит ее на расстоянии, якобы из солидарности с братом. Но в этом чувствовалась фальшь. Лариса не была похожа на девушку, которая будет приставать к такому, как Никита. А Никита не был из тех, кто устоит перед такой, как она. Ближе к показу, Сергей попросил Леонида узнать о состоянии Ларисы. «Это же медицинская карта пациента. Как ты себе это представляешь?» – удивился он. Сергей помолчал. «Я же с добрыми намерениями. Хочу оплатить ей операцию. Она мне не чужая, понимаешь?» Леонид Исаакович вздохнул. «Ты, Серега, завидный холостяк. И так дорожил своей свободой, что я даже волновался, не по мальчикам ли ты у нас. Ты ведь и на свидание не ходил долго. А когда начал, сразу же отпугивал женщин, рассказывая им, что не собираешься жениться. Думаю, не ошибусь, если скажу, что ты, Сережа, однолюб. И, видимо, эта женщина имеет над тобой власть». Сергей задрал брови и усмехнулся. «Ты, как всегда, прав, Леонид. Как всегда. Это та самая. Помнишь, я рассказывал». Леонид Исаакович снял очки и взглянул на Сергея. «Это та самая девушка, которая встала между двумя братьями. Это из-за нее бы с Никитой так и не начали общаться. И это та самая модель, которая собиралась стать твоей женой. И которую так и не разлюбил Никита. И, видимо, ты тоже». Он говорил медленно и обстоятельно. У Леонида были английские манеры, выдержка, осанка. Он был прирожденным политологом. У него всегда были ответы на все вопросы. «Все не совсем так. У нас все было замечательно, пока не вмешался Никита. Я видел, что он подкатывает к ней, но так хотел быть ближе к старшему брату, что молчал, не скандалил. Он был моим кумиром в какой-то степени. Никита был смелее. У него вечно были какие-то вечеринки, тусовки, сумасбродные идеи. Из-за него девушка резала себе вены. Другая рыдала у нашего порога, что жить не может. Никита был ярким, человек-праздник. Я хотел быть как он или хотя бы быть ближе к нему. Но не получилось. Он меня считал занудным младшим братиком и даже не звонил. Когда он уехал за границу, я только от родителей узнавал, какие еще безумства он там творил. Он вернулся и позвонил мне. Попросил встретить в аэропорту. И я был счастлив. Я решил, что мы с моим старшим братом непременно должны наладить отношения. Я хотел быть его другом. Но он снова стал отдаляться, пока у меня не появилась Лара. Я видел, что она ему тоже понравилась. Еще бы. Она сказочно красивая. Таких, как она, единицы. Плюс ко всему, она не глупая. Очень добрая. Простовато, может, и никогда не гналась за деньгами. Но разве это минус? Скорее, не плюсы, мне кажется. Наверное. Ты описываешь просто уникального человека. Но как же рассказы твоих родителей о том, что она стала причиной вашего раздора? Твоя мать прямо говорит, что Никита умер за нее. Стал сильно пить. И в итоге случилось то, что случилось. Леонид слышал именно эту версию событий. Родители Сергея и Никиты недолюбливали Лару. Никита всегда пил. Он принимал запрещенные препараты, когда ему было четырнадцать. Это бред какой-то. После нашей с Ларисой с ссорой они еще общались какое-то время. Не знаю, как близко я не лез. А потом Никита напился и рассказал маме, что влюбился впервые в жизни и его отшили. Мне же он говорил совсем другое. Я не лез, не трогал его. У него действительно была депрессия какое-то время. Потом Никита стал чаще бывать с друзьями. Родители радовались, говорили, что он скоро забудет Ларису, а он утонул. Тяжелые воспоминания быстро прервал мудрый Леонид. «Ну, не будем о грустном. Как говоришь, ее зовут?» Сергей передал всю информацию Леониду. Имея связи, выяснить, где она лечилась, было несложно. Затем Леонид приехал в больницу, нашел врача. За небольшую символическую плату тот предоставил ему полный доступ к данным пациентке. С ними Леонид уже обратился в частную клинику, которая зарекомендовала себя как одна из лучших в стране. Сергей приехал к Ларисе снова в тот день. «Ты готова?» – спросил он. На ней был ее лучший, хоть и очевидно недорогой наряд. Она была готова. Час потратила на макияж. Снова держала спину, как это было раньше. Сергей улыбнулся, увидев ее. Она тоже расплылась в улыбке. «Я готова». Сергей подхватил ее на руки и понес по ступеням до самой машины. Бабушки, дежурившие у подъезда, ахнули. Они-то считали Лариску списанным товаром. Говорили, что теперь-то она точно не выйдет замуж. Мамка-одиночка, да еще инвалид. А тут ее несет на руках человек, которого все в городе знают. Сажает ее в дорогую машину и мчит в самый центр города на великолепное мероприятие. Показ мод был грандиозным событием. Лариса чувствовала себя великолепно. К ней подходили, говорили о том, как она красива. Сразу, как только они с Сергеем подъехали к зданию, охранник подвез к машине новенькое черное инвалидное кресло. Сергей помог Ларис сесть в него. «Ну давай, попробуй», – сказал он. Лариса видела такие только по интернету. Оно управлялось очень легко и сидеть в нем было удобно. Показ прошел замечательно. Лариса пообщалась с другими членами жюри. Они делились опытом и мнениями о моделях. Занимаясь модой в юности, она приобрела много знаний и стала участницей нескольких крупных показов. Работала в ателье, а уже после разрыва с Сергеем наступили трудности. Затем и авария. «Где мой тезка?» – спросил ее Сергей, подойдя во время короткого перерыва на мероприятие. «Он сейчас с соседкой», – сказал, чтобы я не торопилась. «Такой развитый для своих лет», – улыбалась Лариса. «А еще, мне кажется, он чем-то похож на Никиту. Скулы и то, как он морщит нос. Так ведь?» – спросил Сергей. Он долго думал о том, как разузнать, кто отец ребенка. Сергей был уверен, что мальчишка родился от брата. По времени все примерно совпадало, но точной даты он ведь не знал. «Да, есть что-то такое», – ответила Лариса. Когда мероприятие подошло к концу, один известный модельер галантно поцеловал ей руку и, улыбнувшись белоснежными зубами, произнес. «Я великолепно провел с вами время. Вы вдохновили меня на новую линию одежды. Если вы не против, я бы вам позвонил, когда коллекция будет готова». «Но ведь я на коляске». «Я уверен, что это временно. Кроме того, мы можем провести акцию. Женщины в инвалидных колясках тоже могут быть моделями. Это будет сенсация». В этот момент к ним подошла пожилая чета. Лариса сразу их узнала. Это были родители Сергея. «А она что тут делает?» – с омерзением спросила Нина Федоровна. «Мам, это Лариса. Я пригласил ее в качестве члена жюри». «А что? Разве маромойки могут судить моделей?» – выдала она. Нина Федоровна никогда не славилась тактичностью. Она редко ругалась. Все знали ее как очень милую женщину. Она любила вставить крепкое словцо и залиться зычным смехом. «Простите, мне пора», – скромно сказала Лара и стала двигаться к выходу. На ее пути оказалась Нина Федоровна. Она даже не собиралась отойти в сторону. Лариса подняла на нее голову и заглянула в глаза, встретившись с осуждающим взглядом. «Мам, пропусти ее», – отозвался Сергей. Лариса проехала мимо, а он последовал за ней. «Зря ты меня сюда привел. Так и знала, что не бывает все так хорошо в жизни», – говорила Лариса, едва сдерживая слезы. «Прости меня». «За что?» – спросила она. «За мою маму. Я и понятия не имел, что она такое выкинет. Ты очень всем понравилась. И она все равно не сможет испортить впечатление», – Лариса покачала головой. «Почему она так обо мне говорит?» «Она считает, что Никита был влюблен в тебя». «И винит меня в его смерти?» – ужаснулась Лариса. «Все не так». Сергей вздохнул. До ужаса хотелось спросить, как на самом деле обстоят дела. Узнать, что же тогда произошло. Почему она так себя повела и что у них было с Никитой. У него был миллион вопросов к ней. Возможно, спроси он об этом раньше, все сложилось бы по-другому. Но спрашивать раньше было уже бесконечно поздно. Сергей отвез Ларису домой. Когда выгрузил у подъезда новую коляску, которую вез все это время в багажнике, она удивилась. «Это мне?» – спросил Лара. «Да, мне не нужно». Он хотел пошутить, но шутки на такую тему всегда подобны застрявшему между молотом наковальней. Либо получится кощунственно, либо не смешно. Ему удалось сделать и так, и так. «Я понимаю, но почему? Ты не обязан. Я ведь знаю, сколько она стоит». «Я уже купил», – оправдался Сергей. Лариса вздохнула и откашлялась. «Спасибо, мне действительно нужна эта вещь». Глупо смотреть в зубы. Она хотела добавить продаренного коня, но ее опередил Сергей. «Мне». Эта попытка пошутить была засчитана. Лариса улыбнулась. Попрощавшись, Сергей спускался с лестницы по обшарпанному подъезду и насвистывал. Проходившая мимо бабуля, которая, казалось, поднимается со скоростью три ступеньки в неделю, горкнула след. «Не извести окаянный, денег не будет». Сергей расплылся в улыбке и поспешил вниз. Деньги уже давно перестали быть для него чем-то значимым. Когда они есть и их хватает на все, приоритеты меняются. Узнав о возможной дате операции и обо всех нюансах, Сергей сидел дома в своей большой квартире с видом на город и боялся позвонить. Лариса может не согласиться. Оставалось лишь надеяться, что она снова не станет смотреть в зубы коню, который предлагает ей бесплатно провести дорогостоящую операцию. От Леонида он узнал, что Лариса уже полтора года стоит на квоте. Но очередь двигается не приближаясь. Наверняка она уже потеряла надежду. Живут они очень бедно. Интересно, каково ей было, когда она приехала домой из больницы? С кем был ее сын? Как она заботилась о нем, будучи в коляске? Неудивительно, что парень вырос таким смышленым и самостоятельным. Похоже, ему пришлось слишком рано повзрослеть. Набравшись смелости, Сергей позвонил ей. После обмена бессмысленными любезностями он сказал прямо. «Я хочу помочь тебе с операцией». «Ты даже не знаешь о моей ситуации. Может, мне уже нельзя помочь?» Врачи говорили, что чем больше времени пройдет, тем сложнее будет все исправить», — отозвалась она. Лариса не сказала нет. «Уже хорошо», — Сергей улыбнулся. «Я знаю все. Я стащил твою карту и показал ее лучшему специалисту региона. Операция уже проплачена. Нужна только ты. Здесь. И все. Соглашайся. Я очень хочу помочь. Мне не нужно ничего взамен». Лариса вздохнула. «Я не смогу. Сережки в школу на тот год мы готовимся. С кем он останется? Как я его брошу такого маленького? Это ведь не на два дня, как я понимаю». После аварии его забрали в детский дом и чуть не отдали на усыновление. «Мне пришлось дойти до мэра, чтобы заставить соцслужбу вернуть мне сына. Они до сих пор заходят к нам в гости, чтобы посмотреть, как мы живем». Сергей вздохнул. Он хорошо помнил, что у Ларисы был только отец из родни. Была еще тетя, сестра матери, но та была очень злой и жалчной женщиной. Недолюбливала Лару за ее красоту. Три ее дочери были страшнее атомной войны. Черноволосые, крупные, косолапые и в родимых пятнах. Одно появление Ларисы в их доме сразу вызывало неприязнь. «Он побудет со мной? Ведь он мне не чужой, правда?» — спросил он. «Да, не чужой, но это большая ответственность, ты должен это понимать. И я надеюсь, у тебя не возникнет мысли забрать его у меня насовсем», насторожилась она. «Брось. Нет, конечно. Я никогда не причинил бы тебе такой боли». Лариса вздохнула на том конце провода. «Я подумаю. Мне нужно подумать. Позвоню завтра, хорошо?» Что бы она ни передумала, Сергей приехал к ней лично и уговорил встретиться с врачом. Ей сделали МРТ на месте. И доктор объяснил ситуацию. «Ткани человека имеют свойство регенерировать. Если мы поранимся, рано заживет. Сломаем ногу, кость срастется. У вас давно все восстановилось после травмы, но восстановилось неправильно. Операцию нужно было проводить сразу, но поскольку она не входит в реестр срочных манипуляций, вам ее не сделали. К тому же, такие процедуры делают далеко не в каждой больнице. В вашем случае говорить о стопроцентном успехе уже поздновато. Собственно, и сто процентов мы не гарантируем никогда. Если делать все сейчас, я дам сорок». Лариса удивленно подняла брови. На ее красивом лице отобразилось недоумение. «Значит, скорее всего ничего не получится. Тогда зачем все это делать? Давайте я откажусь. Я не хочу лишний раз никого беспокоить». Сергей взял ее за руку. «Мы попробуем, даже если будет один процент вероятности, а их целых сорок». «Сорок не так уж и мало, поверьте моему опыту. Возможно, через полгода вы встанете на ноги. А если операцию не сделать, шансы будут стремительно приближаться к нулю». Он еще долго объяснял ей ситуацию, показывая снимки. Когда врач ушел, Лариса долго молчала, глядя в одну точку. «Знаешь, как это страшно, наркоз?» – спросила она. Сергей вздохнул. «Нет, не довелось испытать такое». А мне довелось. Я работала уборщицей, все время на ногах. Когда после той аварии очнулась, не могла понять ничего. Пытаясь встать, упала с кровати. Я даже не сообразила сразу, что мои ноги меня не слушаются. Мне казалось, нужно идти на работу. После операции меня оставили одну. Я долго не просыпалась. Сказали, что медсестрам просто надоело ждать, и они ушли. А наркоз ведь сильно туманит разум. Я ничего не соображала. После этого у меня была еще одна операция. Я так сильно боялась наркоза, что стала кричать. Просила не делать ничего. Хорошо, что врачи не стали меня слушать. «Вторая операция? Сразу после первой?» «Да, там что-то было не в порядке. Открылось кровотечения и я могла умереть. Они меня спасли. Но теперь мне страшно даже от одного вида белого халата, понимаешь?» Сергей вздохнул. «Любое вмешательство в организм всегда риск, как и любая операция. Но на таких операциях не умирают. Ты молодая, здоровая. А здесь замечательная клиника. Да и наркоз — это просто сон. Тебе же несложно тихонько полежать на столе, пока врач починит твои ноги». Сергей стал говорить с ней, как с ребенком. Он делал так и раньше, и она всегда улыбалась в ответ. Вот и сейчас Лара расплылась в улыбке. Она ничего не сказала. Он отвез ее домой. А по дороге Лариса спросила. «Почему ты это делаешь?» «Я так хочу. Этого недостаточно?» Он говорил так и раньше. Эти слова снова ударили по струнам воспоминаний. Когда они только начали встречаться, Лара подвернула ногу. Она еще не знала, что нравится Сергея. Он увидел, что девушка хромает, взял ее на руки и нес до самого дома. «Зачем ты это делаешь?» — спрашивала она тогда. «Я так хочу», — отвечал он. «Или этого недостаточно?» Так было и потом. Эта фраза принадлежала им. Не Сергею, не Ларисе, а их паре. Когда он сказал это, их обоих словно ударило током изнутри. Лариса улыбнулась, но ничего не сказала. Она смотрела в окно на проплывающий мимо город и не могла поверить во все, что происходит. Уже через два дня она лежала на операционном столе, а Сережка-младший ждал ее в коридоре. Временно он переехал вместе со своими игрушками в дом Сергея. Поскольку тот жил с родителями, с этим были сложности. Вечером сын поставил их перед фактом. «Завтра утром ребенок Ларисы приедет сюда. Я оплатил ей операцию. А пока она будет на реабилитации, он будет с нами, здесь». Первый взорвалась мать Сергея. «Сын этой гулящей?» «Значит так. Если я еще раз услышу от тебя дурное слово в ее сторону, я соберу вещи и уйду. Если вас стеснит в этом огромном доме маленький мальчик, мы с ним сегодня же поедем в мою квартиру. Даже я не до конца понимаю, что случилось тогда, когда мы с ней были близки и что было у них с Никитой. А ты так смело порочишь ее имя, будто лично держала свечку». Родители были смущены. Отец Сергея в меньшей степени. Он был молчалив, предпочитал не вмешиваться в дела взрослых детей и всегда ругал за это супругу. Но та была правдорубом до мозга костей и всегда говорила то, что думает. Сергей-младший мгновенно очаровал всех в доме. Даже враждебно настроенная мать Нина Федоровна влюбилась в него мгновенно. Уже в первый день она отправилась с ребенком в парк. «Я что-то побаиваюсь тебя с ним отпускать», — саркастично сказал Сергей-старший. «А что такого? С детьми нужно гулять, если ты не знал. Раз уж взяли на себя ответственность, надо держать слово. Кроме этого, все мои подруги приходят в парк с детьми, а я только и делаю, что завидую им. Теперь вот и я приду». Сергей улыбнулся. Он и не подозревал, что родители ждут от него внуков. Они никогда не говорили об этом, не настаивали. Но раз уж старший брат погиб, обязанность обеспечить их внуками теперь целиком лежит на его плечах. За месяц пребывания Сережки-младшего в доме Петровых он успел всех обаять. Нина Федоровна поняла, что уже не сможет жить без этого мальчишки. «Нужно сделать здесь комнату для него», — обмолвилась как-то она. «Мам, мальчик здесь временно, это же чужой ребенок. Он не будет здесь появляться после того, как Лариса поправится. Врач выпишет ее через четыре дня. Мне жаль, что ты так прикипела к нему, но ведь понимаешь, у нас нет прав на этого ребенка». «А ты в этом уверен?» — спросила она. «Вообще-то я думал о том, что Сережа сын Никиты, и мне кажется, Лариса на это как-то намекала. Я не спрашивал в лоб, но такой разговор был, и она не отрицала. Но я пообещал ей, что не буду претендовать на ее ребенка, и я сдержу слово». «Он был настроен решительно. Мальчик не игрушка, чтобы просто захотеть и забрать его себе». «Он похож на тебя, а не на Никиту. Хотя вы с ним тоже чем-то похожи». «Конечно, похожи. Мы ведь родные братья», — улыбнулся Сергей. Нинна Федоровна потупила глаза в сторону и вздохнула. Сын так и не понял, о чем она в тот момент думала, но узнал об этом днем позже, накануне выписки у Ларисы. «Смотри, что я нашел. Можно я вырежу эту печать? Вам не нужна эта бумажка?» Сережка принес в комнату листок. За столом в тот момент сидела Нина Федоровна и Сергей. Она ахнула и попыталась выхватить документ из рук, но Сергей уже взял его. «Что такое?» — удивился он. «Не читай, пожалуйста», — взмолилась мать. «Как после этого не прочесть?» Сергей бегло пробежался глазами и поднял брови. «Приемный сын? Я у вас был приемным?» В документе говорилось об усыновлении. Там значилось его имя и фамилия Иванов. «Да, мы взяли тебя из приюта. Ты был совсем маленький. Никита очень просил братика или сестренку. Ему было четыре. А я забеременела, но не выносила. Случился выкидыш. И я так сильно переживала, что чуть с ума не сошла. Врачи сказали, что больше я не смогу родить. Поэтому мы с твоим отцом решили взять второго малыша из приюта. Никто из соседей не знал, что у меня был выкидыш. Это случилось уже на позднем сроке, и я чуть не умерла сама. Меня, конечно, отвезли в лучшую клинику, а оттуда сплетни не выходят. Мы быстро все устроили. Я провела в больнице месяц и вышла оттуда с маленьким сыном. Мы поклялись, что никто и никогда не узнает о том, что мы сделали. Я считала тебя своим родным ребенком. Тебе был месяц от роду. Твои родители настоящие умерли. Мать точно об отце сведений не было. Сергей обнял ее. Ты моя мама. Это ничего не меняет для меня. Не переживай. Но я думал, что о таких вещах предупреждают. Почему вы не сказали мне, когда исполнилось восемнадцать? Потому что ты мой сын. Мой ребенок не умер. Ты мой ребенок. Сергей понял, что за столько лет его мать так и не справилась с той потерей. Он не стал больше задавать вопросы. Сережка-младший подошел к ним и спросил. Так что, я могу вырезать эту печать? Мать и сын переглянулись. Можешь, держи. Он отдал ему документ. Счастливый ребенок пошел вырезать с него печать, а Нина Федоровна спросила. Может, не надо? Это ведь документ. Мам, я уже слишком взрослый, чтобы кто-то предъявил претензии по моему усыновлению. Вы мои родители по всем документам, всегда ими были и будете. А насчет Сережи, я тебе советую прийти к Ларисе и попросить прощения, если ты захочешь его еще увидеть. После того, что ты устроила на показе мод, она едва ли захочет приводить его сюда. Ситуация разрешилась легко. И Сергей пообещал себе больше не поднимать эту тему, будто этого действительно не было. Он ненавидел, когда его сильная и уверенная в себе мама начинала грустить или плакать. Женские слезы может вынести не каждый мужчина. Однако, всю следующую ночь Сергей не мог заснуть. Лариса кивнула, когда сказала, что Сережа похож на Никиту. Если он его сын, то получается ему он не племянник. По крови, во всяком случае. Жаль. Ему нравилось думать, что он является родным дядей для этого смышленого мальчугана. Родство могло бы стать косвенным поводом, чтобы как-нибудь зайти на чай или взять Сережку в парк, отпросив его у Ларисы. Он боялся признаться, что прикипел к нему мгновенно и просто не представляет, что этот малыш исчезнет из его жизни. На следующий день он навестил Лару. Голова была тяжелая, куча мыслей. Появились вопросы. Кем была его настоящая мама? Какие у него гены? Какая наследственность? Как она умерла? Возможно, у него есть и другие родственники. Как идут твои дела? Спросил он. Лариса была такой красивой в этот день. После операции у нее были страхи. Она тяжело перенесла наркоз и ужасно боялась, что что-то пойдет не так, что она умрет или что придется провести повторную операцию. Но все обошлось. Вмешательство прошло успешно. И врач сказал, что шансы на восстановление двигательных функций можно оценить уже не в 40, а в 50 процентов. Все хорошо. Вчера я первый раз пошевелила пальцами ног. Пока больше ничего не получается. Доктора говорят, это хороший знак. Я не уверена. Мне кажется, что пошевелила. Врачи сказали, что это могут быть фантомы, но я видела. Хотя я так сильно этого хочу, что возможно это были просто галлюцинации. Сергей присел на край ее кровати. Так все и начинается. Когда будешь ходить на своих двоих, вспомнишь этот момент и улыбнешься. Она спросила о сыне. Сергей рассказал, как к нему привязалась его мама. Она, скорее всего, придет к тебе. Боится, что больше не увидит Сережку. Ее можно понять. Это зов крови, видимо, ведь она его бабушка. Сергей вздохнул. Значит, он все-таки сын Никиты, да? Я не знал, как тебя об этом спросить. Что? Никиты? Нет, он твой сын. Лариса посмотрела на него так, словно была уверена в том, что он знает. Сергей округлил глаза. Мой? Мой сын? И ты это скрывала? Он вскочил на ноги и отошел к окну. Она покачала головой. Он не сказал тебе, да? Поняла Лара. Кто? Кто мне не сказал? Никита. После той ссоры у тебя появилась другая. Я не хотела говорить, но Никита сам настоял. Я дала свое согласие, и он поговорил с тобой. Потом пришел ко мне и сказал, что ты предложил мне денег на прерывание. И с тех пор я больше не хотела с тобой встречаться. Что? Этого не было. Никита уверял меня, что ты к нему липла, что признавалась в любви. Он сказал, что у вас романы и просил прощения. Я думал, что ты полюбила его, поэтому просто ушел с дороги. Я злился на тебя, на него. Бог знает, чего мне стоило не набить ему морду, не позвонить тебе по пьяни. А я пил из-за тебя. А когда ты бросила Никиту, пил и он. Только дольше. Он действительно был в тебя влюблен. Лариса смахнула слезу со щеки. Наверное, это единственная правда во всем услышанном сейчас. Мне он говорил одно, тебе другое. Мне показывал твои фото с девушкой. У нее были красные волосы. Да это же моя одноклассница была. Мы готовили встречу выпускников и один раз встретились в кафе для обсуждения. Потом Никита пришел на эту встречу и сфотографировал нас вместе. Он все подстроил. Я так и думал. Не мог поверить, что ты на ровном месте меня разлюбила. Никита говорил мне ужасные вещи. А когда я пришла с тобой поговорить, ты мне нагрубил. И я просто ушла. Мы так ничего и не выяснили. А я носила твоего ребенка под сердцем. У меня ничего не было с Никитой. Он долго притворялся моим другом. Мы гуляли вместе. Когда он сказал, что тебе мой ребенок не нужен, я сказала, что рожу его для себя и буду растить одна. Он напился и приехал признаваться мне в любви. Я отказала. Потом приехал трезвый и снова звал меня замуж. Он хотел быть отцом этому ребенку. Но я не могла так. Я любила тебя. Как можно любить одного, а быть другим? Сергей рассмеялся. Это был горький смех. Да это был единственный раз в жизни, наверное, когда мой старший брат позавидовал мне. Всегда ведь завидовал я. Он был моим кумиром, а тут вдруг увидел нас вместе и разлучил. Не смог перенести, что ты его хоть в чем-то обошел, дополнила Лариса. Интересно, он знал, что я приемный? Я не так давно узнал это. Он рассказал Ларисе, как ее сын помог узнать ему правду. Они проговорили еще час. Он не стал лезть ей в душу и говорить, что не отпустят ее теперь. Побоялся спугнуть. Но больше с тех пор не было ни единого дня, чтобы Сергей не видел ее или своего сына. Когда Нина Федоровна узнала о том, что Сережа ее внук, хоть и не по крови, то заявила, что хочет, чтобы они с Ларисой переехали к ним. Нет, спасибо, я пока не готова. Лара скромно приняла извинения Нины Федоровны, но простить – это другое. Это же целый процесс. Прошло еще три месяца, прежде чем они действительно подружились. Нина Федоровна сама сожгла мост между ними, оскорбив Ларису прилюдно. Идти на примирение пришлось долго, упорно, будто по раскаленным углям. Со временем Лариса рассказала ей обо всем, что случилось и о том, какие разные у них с Сергеем были представления об их отношениях. На Никиту это похоже, честно говоря. Он всегда был таким. Добивался своего любыми путями. Считал, что победители не судят, но так бывает не всегда. Сергей и Лариса поняли, что так и не забыли друг друга за все эти годы. Их отношения становились теплее день ото дня. А когда Сережка случайно назвал его папой, тот не стал больше молчать. — Я и есть твой папа. Давай теперь ты будешь называть меня так всегда, — предложил он. Мальчишка запрыгнул на него с ногами. — Я так и знал, я так и знал, — закричал он. — У меня есть папа, только мой папка. А вы с мамой поженитесь? У Ларисы едва не выпала из рук кружка с кофе. — Нет, сынок, мы не поженимся, — сказала она. Свадьбу сыграли через полгода. Скромно, тихую. Лариса к тому времени уже ходила, опираясь на трость. Восстановление было болезненным, тяжелым. Было трудно, страшно, но семья Петровых ее не оставляла ни на день больше. Они стали дружными, стали единым целым. Вскоре после свадьбы Сергей с сыном кормил уточек в парке. К ним подошел бездомный и попросил немного хлеба. Конечно, Сережка отдал мужчине целую булочку, и тот тут же ее жадно съел. — Простите, пожалуйста. Бродяга уже собрался было уходить, но Сережка его остановил. — Подождите, а за что вы извиняетесь? — За мое присутствие. Едва ли вам приятно меня видеть? Мальчишка поднял брови. — Это из-за вашей одежды и бороды вы так решили? — спрашивал он. Сергей старший уже хотел, чтобы бродяга действительно ушел. Но ребенок все мучил его вопросами. — Знаете, у меня ведь есть сын, но я никогда его не встречу и никогда не найду. Много лет назад моя жена разбилась в аварии. Она была за рулем, машину занесло, и мы въехали в столб. — Я пролежал в коме полгода. Когда вышел, моего мальчика уже усыновили. — Он бы был сейчас точно как вы, — сказал он Сергею. — Ого, а почему вы его не найдете? — Брось, сынок. Я обращался, искал, но так и не смог. Его усыновили. А тайна усыновления у нас закон. Когда я понял, что потерял его навсегда, начал пить. Со временем меня выгнали отовсюду. С работы, со съемной квартирой. Я ведь сирота. Никому не нужен был, и себе тоже. Так и живу на улице. Уже привык. Вы уж простите, я пойду. Бездомный снова попытался уйти, но Сергей его остановил. — А вы помните что-нибудь о своем сыне? — Сейчас ему, наверное, 29. 10 ноября ему бы исполнилось 30. Ему был всего месяц, когда случилась авария. Возможно, он умер, и меня могли обмануть. Я не понимаю, как мог ребенок выжить в той ужасной аварии, если моя жена умерла на месте, а я оказался в коме. Сергея затрясло. Он рассказал бродяге свою историю, упомянув, что дата рождения полностью совпадает с его. Что было делать? Естественно, Сергей снял ему комнату, купил еды, одежды, а в голове все время маячила мысль. Что, если он просто узнал, когда у меня день рождения, и обманывает меня? Сергей нанял детектива и тайком провел тест ДНК, взяв образец у спящего Александра Ивановича Иванова. Так он себя назвал. Результаты пришли весьма противоречивые. По результатам проверки действительно существовала женщина по имени Морозова Анна Григорьевна. И она действительно жила в гражданском браке с круглым сиротой, выросшим в приюте для мальчиков при церкви. Звали его действительно Иван Александрович Иванов. Эту фамилию и отчество в те времена получали все воспитанники приюта, чьих данных не было в наличии. У гражданки Морозовой был сын, рожденный 10 ноября, и год рождения совпадает с вашим. Усыновление было произведено семьей Петровых. Малыша доставили в родильный дом, куда привезли Нину Федоровну Петрову. Своё дитя она не выносила, был тяжелый выкидыш и ребенок умер. Она едва не выбросилась из окна от горя. Ваш отец надавил на все возможные знакомства и из роддома она вышла уже с ребенком. С вами. Это правда. Также я узнал данные о гражданке Морозовой, вашей биологической матери. Она была поздним и единственным ребенком в семье. Жили они в деревне за 200 километров от города. Отец девушки был пастухом, мать ветеринаром. Сама Морозова тоже училась на ветеринара, но не закончила. Взяла академ, родила. Ребенку был всего месяц, когда она и ее сожитель Александр попали в аварию. От этой информации голова шла кругом. Значит, все было верно. Однако ближе к вечеру позвонили из больницы. Результат можно получить у нас в любое удобное для вас время. Бог мой, просто скажите, что там? Мне не нужны бумаги, мне нужна правда. Нервничал он. Сергей и подумать не мог, что сможет найти своего биологического отца вот так, случайно, пока будет кормить уточек в парке. Результат на 99,9 отрицательный. Вы не родственники. Сергей опустился на стул и долго не мог прийти в себя. Как же так? Все, что он только что узнал, ложь? Он собрался и пошел к Александру Ивановичу. Рассказал ему все как есть. Тот был уже без бороды, в приличной одежде. Он выглядел респектабельно. Статный, седовласый, с широкими плечами и прямой спиной. «Тест сделал? И когда ж ты успел-то?» – усмехнулся он. Сергей опустил голову. «Прости, пока ты спал. Побоялся, что ты не захочешь». «Думал, что я обманываю тебя, да? Тест было не нужно делать. Я не был родным отцом для ребенка Ани. Когда мы с ней познакомились, она уже была беременна. Отношения с ее мужчиной были сложными. Жениться он не хотел, да и ребенку не сильно обрадовался. Погиб через несколько дней после того, как узнал. Был полицейским. Тогда их еще называли милицией. Он был сильно старше ее, а она была в него влюблена, как кошка. Я же был другом, просто другом. Но я любил ее. И пообещал, что возьму на себя ответственность, когда тот отказался. Аня выбрала меня или у нее не осталось выбора. Ей хотелось создать семью. Думала о благе ребенка, о твоем благе. Рассталась с Нимой, была со мной. Я поддерживал ее на протяжении всей беременности. Помогал с тобой, когда ты плакал ночами. Я тогда только получил права и взял у друга машину на пару дней. Мы перевозили вещи на новую квартиру. На съемную, конечно. Родители ее были бедными. У меня вообще не гроша за душой. А тут авария. Как выяснилось, родителям сообщили о смерти дочери лишь через два месяца, когда те забеспокоились и стали ее искать. Они не очень тепло и часто общались. Не знаю, пытались ли они тебя найти. Но на сегодняшний день на их деревенском кладбище есть все три их могилы. Все ушли один за другим. Аня, потом ее мать, а после и отец. Сергей не знал, радоваться ему или печалиться. С одной стороны, он не нашел кровного отца и теперь едва ли сможет найти. С другой, нашел человека, который мог бы стать ему папой. Только вот судьба распорядилась иначе. Он не отказался от женщины с чужим ребенком под сердцем. Сергей решил, что тоже от него не откажется. Так у него появился еще один отец. Сергей нашел ему место в своей компании. Он стал ночным охранником одного из офисов фирмы. Сергей купил ему небольшую квартиру, помог восстановить документы. А еще Александр Иванович познакомился и подружился со всей семьей Петровых. Он был гостем на всех семейных торжествах и стал для Сергея-младшего вторым дедушкой. Самым любимым, если по-честному. Лариса же вскоре после этих событий забеременела и родила на свет девочку такую же красивую, как и она сама.